Знаете, что меня больше всего напрягает в наших клиентах, когда они приходят к нам на тренинги и говорят «Моя мама, мой папа достают меня, дети не дают спокойно жить, моя сестра, мой брат что-то от меня постоянно хочет, мой друг, моя знакомая, моя подруга, друг детства». И в этих разговорах то, что я слышу, это то, что я называю манипуляция в отношениях. И поскольку я это так много слышал, я решил поделиться с вами тем, как я считаю нужно поступать, чтобы другим не позволять манипулировать вами. Другими словами, я подготовил для вас 5 фундаментальных принципов счастливого человека. Да, кстати, здравствуйте. Меня зовут Николай Латанский, я создатель движения «Настоящий успех» и президент Академии «Настоящего успеха». То, чем я занимаюсь, я занимаюсь уже более 10 последних лет. И наши клиенты на сегодняшний день живут в более чем 70 странах. Так вот, первое. Я хочу, чтобы вы это, ну хотите, напишите огромными буквами у себя на стене, так, чтобы раз и навсегда запомнить. Потому что это гарантированно позволит вам начать жить более счастливой жизнью. Жизнь других, кроме наших детей до совершеннолетия, это исключительно ответственность других. Что я имею в виду? Если у вас есть ребенок, ему еще меньше 18 лет, это ваша ответственность. Поставить его на ноги, кормить, обувать, одевать, воспитывать, обучать. Это от вас зависит. Это ваша ответственность. То есть, вы его родили или усыновили, вы должны ему дать толк. Но, как только ребенку стало 18 и больше лет, вы, походу, не имеете права вообще в его жизнь смешиваться. Вы можете предлагать свои рекомендации. Вы можете советовать ему что-то, делиться с ним своим опытом. Но вы не можете туда лезть. Точно так же, как и к вам не могут приставать ваши родители взрослые, ваши братья, сестры, взрослые. Их жизнь – это их ответственность. И если вы пытаетесь за жизнь кого-то взять ответственность на себя, вы должны понимать, что на самом деле, если у кого-то проходит через жизненное испытание, эти жизненные испытания даются для того, чтобы человек в них вырос, стал лучше. И если вы приходите, берите на помощь. Моя сестричка, мой братик, мой двоюродный братик, мой папа, мама, дядя, тетя, родственник, сосед по старой квартире, я должен им помочь, я ведь такой чипидел, спешат на помощь, вы просто лишаете человека возможности вырасти. Даже это касается людей, которые стали инвалидами. Да, им нужно помогать, но не нужно полностью с них ответственность снимать. Более того, я вам скажу, если вы помогаете, но даете людям возможность самим выкарабкиваться, у них появляется стимул что-то делать. Но если мы за других людей решаем их проблемы, люди автоматически расслабляются. Люди, все мы, ленивые существа. Дай нам возможность ничего не делать, дай нам возможность еду неограниченно получать, шмотки и удовольствия. Мало кто из нас будет работать, продолжать. Это первое. Жизнь других, кроме наших детей до совершеннолетия, это исключительно ответственность других. Второй пункт, второй фундаментальный принцип счастливого человека. Здоровые границы моих отношений – это полностью моя ответственность. Если кто-то вам звонит среди ночи, если кто-то вас дергает и отвлекает, если кто-то, когда вы выделяете один день в неделю, чтобы заняться любимым делом, попеть, хобби, у вас есть хобби – песни петь, рисовать, танцевать, и вдруг вам кто-то звонит и говорит, «Эй, ты должен обязательно сегодня у нас быть, у нашей дочери, у твоей племянницы, у твоей крестницы день рождения». Ну, к крестнице, наверное, нужно приехать однозначно. Но в целом, если кто-то внедряется в ваши границы и мешает вам жить так, как вы хотите, это вина не этих людей, которые влезают на вашу территорию. Это ваша вина. Вы так воспитали, если это слово, в принципе, здесь уместно, других людей по отношению к себе, вы им объяснили, что с вами можно делать, а что нет. Поэтому, если другие люди внедряются в ваше пространство, звонят, что-то от вас требуют, делают вас виноватыми, это вы такое создали. Что с этим делать? Нужно садиться и объяснять, что по отношению к вам допустимо, а что нет. Я называю это здоровой границей. Третье, входя в отношения или поддерживая существующие отношения, я постоянно задаю себе вопрос о том, во что я инвестирую в долгосрочной перспективе. Посмотрите, все мы инвестируем либо в счастливые, здоровые, взаимоподдерживающие, обогащающие отношения, либо несчастливые, опустошающие, отнимающие у вас силы и энергии отношения. Каждый раз, входя в отношения с другим человеком или каждый раз, поддерживая отношения, мы инвестируем в свое будущее. И здесь есть смысл задать вопрос себе. Если я эти отношения продолжу поддерживать, и я имею в виду и родственников, я имею в виду и просто друзей и знакомых, если перемотать пленку на год вперед, на два, на пять, на десять лет вперед, если я буду продолжать эти отношения, на что будет моя жизнь похожа? И этот вопрос сам по себе должен вам помочь понять, это действительно те отношения, с которыми себя есть смысл связывать? Или, может быть, пришла пора начать находить других людей, которые будут вас поддерживать и вдохновлять? Это третий пункт. Четвертый. Всякий раз, когда я собираюсь пойти с собой на компромисс, я спрашиваю себя, какую цену я плачу и готовлю я ее оплатить. Что это означает? Это означает, что... Давайте я еще раз прочитаю, то я мысль уже потерял. Всякий раз, когда я собираюсь пойти с собой на компромисс, я спрашиваю себя, какую цену я плачу и готовлю я ее оплатить. Например, кто-то входит в ваши отношения, или у вас есть друг, который говорит, вот мы сейчас пойдем к тому человеку, а ты подыграй мне, ты скажешь, давай, в общем, другими словами, обмани. И вы идете на компромисс. То есть, если вы привыкли жить честной жизнью, а тут вас сейчас подталкивают нарушить ваши жизненные принципы, вы это можете сделать для того, чтобы эти отношения как бы сохранить. Но какую цену вы при этом платите? Вы начинаете нарушать свои жизненные принципы, вы начинаете предавать себя постепенно. И есть смысл всякий раз задавать себе вопрос, если я иду на компромисс, готовлю я эту цену платить. Ну и пятое. Здесь я тоже хочу, чтобы вы записали это большими буквами на своей, где-нибудь у себя на видном месте, на стене. Хотите, на заставке компьютера, чтобы эта фраза, эта мысль снова и снова напоминала о себе. Записывайте. Мое счастье не зависит от других. Я либо целостен, либо нет. Я еще раз повторю. Это очень важная мысль. Мое счастье не зависит от других. Я либо целостен, либо нет. Если вы думаете, что у вас родится ребенок, и вы от этого станете счастливым, счастливой, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что вы жентеете или выйдете замуж, и от этого станете счастливым, счастливой, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что ваши дети вырастут, выселятся из вашей квартиры, вашего дома, вы станете счастливым, вы ошибаетесь. Мы не можем стать счастливыми благодаря чему-то или из-за чего-то. Мы счастливыми можем быть только тогда, когда с нами самими все в полном порядке. И я называю это целостность. Если целостный человек, он целостен просто по определению. Не потому, что у него есть деньги, не потому, что у него есть машина, не потому, что у него есть отношения, или есть дети, или любимая работа, или что-то еще. Целостный человек, он потому и целостный, потому что он сам в себе, как бы содержащийся, и в нем все есть. Вот эти мои пять фундаментальных принципов счастливого человека. Другими словами, это те правила, те принципы, которые использую я в своей жизни, чтобы не позволять никому манипулировать мной. Ни родственникам, ни дальним родственникам, ни друзьям детства, ни знакомым, ни клиентам, ни подчиненным, ни бизнес-партнерам. И давайте я вам еще раз повторю эти пять фундаментальных принципов. А вы, если не успели записать, запишите. Жизнь других, кроме наших детей до совершеннолетия, это исключительно ответственность других. Второй принцип. Здоровая граница моих отношений, это полностью моя ответственность. Третье. Входя в отношения с другими людьми, извиняюсь, входя в отношения или поддерживая существующие отношения, я постоянно задаю себе вопрос о том, во что я инвестирую в долгосрочной перспективе. Четвертый принцип. Всякий раз, когда я собираюсь пойти с собой на компромисс, я спрашиваю себя, какую цену я плачу и готовлю я ее платить. И пятый пункт. Пятый принцип. Фундаментальный. Принцип счастливых отношений. Мое счастье не зависит от других. Я либо целостен, либо нет. Я вам только вкратце рассказал о своих фундаментальных принципах создания счастливых отношений. Я могу по каждому из этих пунктов целый час проводить лекцию и рассказывать, как это делать. Для этого у нас и есть тренинги, в том числе и тренинг «Прорыв к успеху», наш самый популярный тренинг. Сегодня и сейчас я хотел вас познакомить с этими пятью принципами, чтобы вы задумались и начали смотреть, как вы могли бы начать это в своей жизни применять. Некоторые из этих принципов, возможно, для вас в дикоминку. Вы в недоумении, как так, что это значит, я счастлив без никого, я счастлив, потому что я сам по себе целостен. Я вам предлагаю просто начать об этом думать, начать об этом размышлять. Ну, а если вам нужно больше глубины, то добро пожаловать на наши тренинги. С вами был ваш Николай Латанский из Нью-Йорка. И до встречи в следующем подкасте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok